Глава МВД предложил проверять казахстанских водителей только по удостоверению личности. Тогда автолюбителям не придется носить с собой полный пакет документов, поскольку вся информация о транспорте содержится в специальной базе данных. Ее патрульные инспекторы видят через планшеты. Но помимо этого, профильное ведомство планирует ввести запрет на продажу бэушных автозапчастей. Продавцы не смогут торговать деталями старого авто без техпаспорта. Тему продолжится Бина Балашкина. Забыл права дома, не успел оформить времянку, один звонок и документы привезут. В скором будущем выдумывать небылицы о местонахождении своего водительского удостоверения казахстанским автолюбителям не придется. Медленно с пробуксовкой, но цифровые технологии все-таки внедряют в транспортную систему казахстанских городов. Всю информацию о водителе и его авто инспекторы смогут узнать из базы данных. Главное подтвердить личность. По планшету мы увидим, каким транспортным средством владеет, сколько доверенности выписано, когда страховый полис у него заканчивается, когда он проходил технический осмотр, сколько у него административных штрафов. Это мы на сегодняшний день уже сделали. Тем самым уже нет необходимости проверять на станциях техосмотра практически в режиме визуального. Мы уже видим. Раньше Жезл был продолжением руки инспектора. Сейчас планшет. По задумке гаджет интегрируют с уличными видеокамерами. Если умная система обнаружит, например, машина без госномера, то на планшет полицейского моментально поступит сигнал. Если вы обратили внимание, практически в последнее время нет автотранспорта средств без госномерных знаков. Почему? Практически камера, которую видят, она сразу сигнализирует дежурному оперативному, выезжает, вернее, патрульный наряд, который задерживает данную автомашину. Плюс уже нет таких вот сеток, которые закрывают либо меняют номер. Потому что у нас в базе данных МВД уже забито цвет номер и марка автомашины, который соответствует госномерному знаку. Если она не соответствует, идет второй сигнал. То есть тем самым мы сейчас минимизировали количество угонов. Это чисто по техническим таким данным. Будущее ноу-хау уже обсуждают водители. Мнения разделились 50 на 50. Примерно так же, как и в споре с коробкой передач. Кто любит механику, считает, что управлять лучше вручную. Другие предпочитают автомат. Мол, так удобнее и проще. В одном сошлись водители. У руля всей системы должны сидеть профессионалы. Конечно, со стороны водителей это будет легче. Время не будет занимать. И быстро будет. До сырения покажешь, и все. И дальше поехал. Не создавая пробку. И быстро, быстро. И все вопросы. А так все документы показывают. Это получается время занимает. И сзади кто-то торопится на работу, например. Не надо столько документов таскать. И это все можно потерять. И столько времени занимает. Пока страховку покажешь. Пока права покажешь. Пока удостоверение. Вот так вот. Просто надо сделать так, как нам для водителя удобно, чтобы было. Это занимает очень мало времени. Это удобно. Практично. И в базе будешь стоять. Нормально это. Это нормальное явление. Я думаю, хорошо. Эта система сейчас уже действует в нескольких странах Европы и США. Вот в Казахстане, считают эксперты, новшества запаркуются без каких-либо препятствий. Это все результаты шагов по цифровизации, по переводу в электронные документы. Совершенно удобно, нормально. Если по факту брать, если у человека есть эти права, они не просрочены, да, он случайно забыл дом. Но нужен же сам факт того, что они есть, они имеются и должным образом зарегистрированы и так далее. Поэтому совершенно нормально, правильно. Это удобно для граждан. Помимо этого, Министерство внутренних дел инициирует и другие новшества. Например, торговля автозапчастей станет схожей с деятельностью ломбардов, отметил Тургумбаев. Прежде чем сдать бэушную деталь для реализации на рынок, владелец будет обязан предъявить технический паспорт машины. Это будет подтверждением того, что поддержанная запчасть снята не с угнанного транспорта. То есть на рынке мы уже будем знать, какие запчасти бэушные продаются и кто их выставил на продажу. Второй момент. В ближайшее время в Можелие парламента будет несена норма Кодекса об административном правонарушении. Это 204.6. Нарушение законодательства Республики Астан по приему и реализации непродуктов товаров бывших в употреблении. Как раз она предусматривает административную ответственность в случае нарушения этих правил. Тем самым мы регламентируем рынок продажи бэушных автозапчастей у нас в Казахстане. Министр также рассказал, государство ЕАЕ создадут единую базу угнанных автомобилей. В режиме онлайн патрульные полицейские стран-участниц Евразийского экономического союза будут видеть, какое автотранспортное средство угнали злоумышленники. Это поможет государствам предпринимать своевременные меры на местах. По словам Тургумбаева, с 2005 года из Казахстана похитили свыше 200 автомашин. Из них лишь 30% смогли вернуть владельцам. Чтобы ускорить процедуру возврата, вводится новая норма, согласно которой страны ЕАЕС должны будут ответить на запрос в течение одного месяца.